Пенсионерку из Украины не пустили в оккупацию к мужу, которого она не видела 11 лет. В Шереметьево её сочли якобы неблагонадёжной. А вот 70-летние жительницы Мариуполя запретили въезжать в оккупированный город, потому что во время так называемой фильтрации обнаружили в её телефоне удалённую проукраинскую группу в Телеграм. Минуло два года, и Винта вы решила повернуться темчасово, чтобы только оформить житло, продать его хоть за сколько, а повернуться до Украины. И вона фильтрацию не проходит. И с документами на мариупольскую квартиру та грошима вона в зале для депортации. Вся чаще в аэропорту Шереметьево фильтрацию не проходят именно пенсионеры. Некоторым запрещают въезд на определённое время, другим вообще ставят красный штамп в загранпаспорте. А это фактически означает, что перспектив вернуться домой на временно оккупированные территории практически нет. Причин, почему именно пенсионеры стали для оккупантов опасной прослойкой населения, несколько считают правозащитники. Прежде всего, это возможная дискредитация русского мира с их стороны. Пожилые люди, которые возвращаются в оккупацию за границей или территорией подконтрольных Киеву, могут сравнить уровень жизни и рассказать об этом местным. Это посеет ещё больше сомнений у нелояльного кремлёвскому режиму населения и может впоследствии даже вылиться в протесты. По-перше, они не хотят, чтобы люди приезжали на эти территории и коммуникували с тим населением, которое там остается. То есть это курс на изоляцию этих территорий, чтобы никаким чином не можно было вплинути на настроение населения, которое живет там. То есть, фактически, это закрытся от мира, в том числе и от тех людей, которые потенциально, даже люди похилого века, могут принести на эти территории другие взгляды, другие думки и, как говорят, на кухнях, разговаривать и, возможно, даже переконивать. Ещё одна причина массовых отказов Шереметьево – это желание отсеять процент людей, которые создают видимость жизни в оккупации, чтобы захватчики не признали их жильё бесхозным. Зачастую это как раз пенсионеры, которые дорожат своей недвижимостью и даже исправно платят коммуналку. Делают всё, чтобы так называемые власти не отобрали их дома, дачи и квартиры. Однако такая миграция не устраивает окупантов. Росія спеціально делает всю эту ситуацию таким чином, чтобы, с одной стороны, как бы забрать майно у тех людей, которые выехали из этих территорий, для того, чтобы таким чином, как бы показать лояльность другим гражданам, которые там остались, возможно, более лояльным до Российской Федерации. Адже те, кто выехал, они в большинстве поддерживают Украину и в большинстве они, как бы, не планировали вернуться к деокупации этих территорий. Но эта ситуация, когда забирают майно, может вплинуть на какую-то часть людей, вернуться на эти территории, для того, чтобы сберегти свое майно. И даже если пенсионеры возвращаются на Донбасс с целью продать жилье, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги, шансов осуществить это уже нет. Все сделки в оккупации проходят по российскому законодательству. Соответственно, для этого также нужно иметь паспорт РФ. Как следствие, украинцы теряют свою недвижимость в оккупации. Во всех оккупированных украинских городах сейчас активно проводится работа по выявлению жилья, владельцы которого выехали из города, с целью дальнейшей его национализации. Также это стало элементов запугивания и принуждения к смене гражданства. Россия максимально нацелена на то, чтобы люди на оккупованных территориях отримали российские паспорты. И когда происходит ситуация, что не впускают людей без российских паспортов на эти территории, то люди, которые там проживают, они на это смотрятся и, соответственно, понимают, что в их интересах выжить на этих территориях – это отримать российские паспорты. То есть это еще один примус людей стать условно гражданами Российской Федерации. Сейчас в оккупации острая потребность недвижимости, прежде всего, жилье нужно малоимущим, гастробайтерам, которые приехали на работу, и российским силовикам. Как раз их и заселяют национализированные квартиры в первую очередь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!